Анжелика Сидорова завоевала золото чемпионата мира 2019 в прыжках с шестом. Уроженка Чувашия взяла планку в 4 метра 95 сантиметров на мировых стартах, проходивших в Катаре. Ранее еще одна наша землячка Евгения Ливанова триумфально выступила в составе сборной России на чемпионате мира по художественной гимнастике в Баку. На днях девушка приехала в Чебоксары. Пресс-конференцию уже с пятикратной чемпионкой мира по художественной гимнастике провели студенты-журналисты Чигу имени Ульянова. Фактсменов обязывают отвечать на вопросы журналистов, общаться с ними, то есть вы не можете отказать в этом, как я его не понимаю. Есть такие ситуации, когда не хочется отвечать на вопросы, не хочется разговаривать, но нужно принять, говорить, что вы должны. Бывают какие-то каверзные вопросы, ну просто говоришь там, допустим, или молчишь, или говоришь нет, не отвечаю на этот вопрос. Ну и все, абсолютно люди адекватно реагируют на это. На этой пресс-конференции с приставкой студенческая неудобных вопросов не было. Будущие журналисты больше интересовались распорядком дня спортсмена, мифами о гимнастике и трудностях при подготовке к международным стартам. Какие у тебя планы сейчас после спорта? Ой, пока не знаю. Главное сейчас тренироваться. Впереди очень важный старт. Олимпийские игры в Токио в следующем году, летом. Поэтому пока сейчас не думаю, так как главная цель именно она. Буду думать после. Сейчас тренируюсь, стараюсь, работаю. 11-летнюю Женю родители отправили в Нижегородское училище Олимпийского резерва, которое она сейчас и представляет на соревнованиях. С 2017-го Евгения Льванова входит в состав сборной команды России и тренируется в Москве под руководством заслуженных тренеров Ирины Виннер-Усмановой и Татьяны Сергаевой. Мама и папа поддерживают дочь во время тренировок и выступлений, но издалека. Мы ездим в соревнованиях на гран-при в Москву, тоже приезжаем, смотрим другие команды, другие страны, ну как вызывают сборную России, весь ряд мам-пап. Исчезались. Пробеды такие. Свободные места появляются. К советам пятикратные чемпионки мира особо прислушивались студенты журфака, которые совмещают спортивную карьеру с учебой в УЗИ. Это и чемпионка мира юношеских олимпийских игр и всемирной универсиады Лана Прусакова, чемпионка мира по карате Ангелина Гордеева, игроки баскетбольной команды ЧГУ Атланта.